Укажаем Президиум, глубоко уважаемые коллеги, большое спасибо за приглашение для патологоанатома выступить на секции организаторов здравоохранения. Большая честь для меня. Я представляю Рязанский областной клинический онкодиспансер, являясь заведующим патологоанатомическим отделением. В настоящее время ни один уважаемый клиницист не может читать патнатомию наукой для мертвых. Это однозначно наука для живых, поскольку при жизни диагностики правильный диагноз является круговольным камнем в лечении любого нашего пациента. Соответственно, мы меняемся вместе с изменениями в окружающем мире. Эти изменения, конечно, произошли в последние годы, особенно в онкодиспансерах. В рамках федеральной программы мы достаточно хорошо оснастились оборудованием, но какие-то проблемы не решились, может быть, ввиду определенных трудностей финансирования. Потому что это было не безгранично. И в том числе в плане информационных технологий пока это оставляет желать лучшего. Что, на мой взгляд, информационные технологии могут нам дать? Ну, это без оцифровки препаратов невозможны никакие консультации. Дальше телемедицина и консультация препаратов и управление лабораторными процессами. С чего, скажем, начиналась телемедицина энное количество лет назад? Ну, в данное время это тренд сезона, в тенденции развития здравоохранения все это описано. Но, например, если мне в Рязани нужно было что-то проконсультировать, 10 лет назад я мог с микроскопа сфотографировать препарат, по электронной почте послать человеку, которому я доверяю. Но я в любом случае посылал кусочек, и я мог индуцировать консультанта на том месте, которое ему было бы неинтересно, а ему нужно было бы посмотреть другой участок. То есть это работало очень-очень призрачно, и, как правило, только на малых биопсийных объектах. Затем с возможностью использовать скайп в режиме одновременного использования экрана уже можно было более-менее в режиме онлайн показывать что-то, но опять столиком микроскопа водил консультируемый, а не консультант. И опять можно было не попасть туда, куда нужно. Но все изменилось с появлением приборов, которые называются сканеры, в которых закладывается стеклопрепарат, и он полностью его сканирует, оцифровывает и позволяет хранить на разных видах носителя с возможностью электронного доступа соответствующих лиц к этому препарату. Но опять это не самая простая вещь в плане того, что не всякий препарат при желании консультированным может быть консультирован. Потому что только хорошего качества препарат может в данной ситуации пойти на консультацию. Итак, позвольте остановиться на трех моментах, которые IT-технологии позволяют принести хорошую пользу в патологическую анатомию. Это телеконсультации, профессиональное дистанционное образование и внедрение лабораторных информационных систем. Вот варианты сканеров, которые выпускаются различными фирмами. Это три наиболее известных и продвинутых. Они позволяют загружать в себя достаточно большое количество стекол. Объемы информации гигабайтами исчисляются. Но по-другому не получится. Консультант в удаленном доступе должен получить картинку, которая могла бы быть сравнима с картинкой микропрепарата на столе у обычного патологоанатома. Поэтому основное это создание таких условий, в которых у консультанта не может быть сомнений. То есть если в лечебном учреждении, в патологоанатомическом отделении нет возможности создать качественный препарат, ни о каких консультациях речи быть просто не может. Значит, на это поприще информационных технологий сейчас широко вступили две компании. Это компания Юним и компания Биовитрум. Каждая из которых предлагает определенные продукты, которые позволяют получать консультационные заключения со стороны. Но вот у меня, например, как у морфолога, есть один пока еще никем не разрешенный вопрос. Это, грубо говоря, подпись под тем диагнозом, который кто-то поставил. То есть если у себя в отделении я написал заключение и расписался, то то, что ушло на телеконсультацию, даже к уважаемому человеку, которого знает вся страна, каким образом подтвердить этот диагноз. Как это вернется в то учреждение, с которого пришло, на основании чего лечить дальше больного. Компания Юним организовала цифровую платформу Digital Pathology, зарегистрировавшись на которой, можно получать различные бонусы в виде консультаций. То, о чем я говорил, это первое условие препарат. Второе – наличие сканера. Третье – адекватные данные обследования. Ну и самое главное – доверие консультанту. Вот что у себя на экране компьютера видит консультант. Это не статичная картинка. То есть я не могу в режиме реального времени увеличить или уменьшить, но с помощью обычной мышки и экрана монитора это увеличивается, уменьшается, выбирается нужная точка. То есть это то же самое, что у тебя на микроскопном столике микропрепарат. Значит, то, что касается консультаций, здесь все более-менее встало на свои места. При желании это работает. Работает это достаточно просто. Если в каком-то диспансере или другом ЛПУ возникает сложность в консультации, при наличии сканера препарат оцифровывается, к нему прикладывается любой объем информации, который этому больному присущий. Данные МРТ, рентгены, анализы, все что угодно. Это облачная платформа, она позволяет большой объем данных хранить в воздухе и получать к нему доступ. И тогда заключение консультанта более адекватно. Теперь, что касается дистанционного обучения. Любой врач должен образовываться всю свою профессиональную жизнь. Все мы прекрасно понимаем, что хорошо бы учиться на центральных базах. Есть кому и у кого. Но для периферии это все-таки сложно. По разным причинам, некому работать и прочее, и прочее. Поэтому ведущие кафедры постдипломного образования переходят на систему дистанционного обучения. Это профессор в Москве или в Петербурге или еще где-то читает лекцию в режиме. Даже если и не онлайн, то записанную, а пользователи на своем рабочем месте. Вот в любом месте, где есть компьютеры, собираются, служат эту лекцию. И в том числе могут пройти практические занятия с хорошей коллекцией микропрепаратов. С учетом внедряемой системы непрерывного образования и аккредитации, это весьма актуально. За такие циклы начисляется определенное количество баллов и не выезжая никуда, ты можешь совершенно спокойно получить то, что тебе нужно. Компания BioVitrum образовала информационный портал под названием GISTOSCAN, зарегистрировавшись на котором можно получать всю самую современную информацию о событиях в патологической анатомии Российской Федерации и за рубежом. Там всегда публикуются материалы интересных исследований, доклады на пленумах и съездах. Туда же можно выложить оцифрованный препарат и получить консультацию независимых специалистов. И в том числе на этой же платформе работают курсы непрерывного образования. Дальше это будет только расширяться и идти в нужном для нас направлении. Теперь что еще раз касается компании ViNIM. Она провела очень интересный конкурс, который был объявлен в интернете. Там было порядка 30 различных случаев отцифрованных препаратов с некоторыми легендами. И все желающие зарегистрироваться совершенно бесплатно. Через какое-то время, когда была отсечка во времени, когда закончить работу, каждый выложил туда свои ответы. Через какое-то время был подведен итог. Победитель получил в награду лейковский микроскоп. И участники этого конкурса и с его итогами уже были привлечены в следующий программный продукт на этой базе диджитал-допатологи, где эти специалисты могли использоваться в качестве консультантов. Затем был запущен продукт патологи пазл, который работает с декабря 2015 года. Проведено 12 раундов, в которых приняли участие большое количество патологов из России и из рубежа. Смысл его в чем? Подбирается тематика, например, гинекологической патологии, урологической, лимфологической. И выкладываются несколько, скажем так, коварно интересных случаев, которые предварительно оценены тремя экспертами, у которых общее мнение по этому поводу. И это выливается в интернет. И здесь открывается совершенно ожесточенная борьба между участниками этого процесса. Каждый должен высказать свое мнение при стандартной рутинной окраске гимитоксилина азином. И построить диагностический поиск. То есть, что я вижу, ты должен это все в чате написать, почему я так думаю. И я хочу, чтобы это было докрашено иммуно-химическим таким или таким реактивом. Когда консенсус какой-то достигнут и мнение исчерпанное на этом плане, и дальше выставляется иммуно-химическая окраска. Дальше дебаты продолжаются. И в итоге, к концу раунда, когда уже из немогли больших диагнозов не возникает, модератор объявляет, что это было на самом деле. Выглядит вот таким образом. Это вот мой профиль, я зарегистрирован. А по правой стороне идут комментарии людей, которые участвуют в этом процессе. Дебаты разгораются нешуточные, но надо отдать должное администраторам. Никаких фреуренсов в плане, так сказать, профессиональной этики. Тут все пресекается очень быстро. Вот в этих окнах, где написано, виним различные виды окрасок. Ну и затем, так сказать, раунд заканчивается. Всех благодарят. Потом люди обмениваются, так сказать, как это им нравилось или не нравилось. Но это очень интересный проект. Правда, требует большого количества свободного времени. Следующий продукт, который компания Юним вынесла для пользователей, это совмещение атласа и микроскопа. Я прошу прощения. Во-первых, регламент. Во-вторых, это не рекламный семинар компании Юним. Павел Владимирович, никаких проблем. Могу просто проскочить дальше до одного просто момента. Скажем, тем более, что я не аффилированный член команды Юним. Не имею от них ни малейших бонусов. Все это образование понятно. У меня единственный момент очень интересный. В каком плане? Это перспективы. То, что сказано в моем докладе. То есть, все то, что было, это работает. Это возможность того, что может быть. Собственно говоря, самая прелесть такова, что находясь в законном отпуске, имея компьютер, ты можешь работать при желании, как тебе хочется. Но это мечты, что называется. Теперь третья часть информационных технологий – это лабораторная информационная система. В современном мире без этого уже никуда. Это позволяет много чего сделать с помощью лабораторной информационной системы. Это требования, предъявляемые к ее интерфейсу. Основная тема, что она охватывает все от момента поступления препарата до выдачи заключения. Это абсолютно все взаимосвязано. Это позволяет контролировать моменты пробоподготовок, на каком этапе находится препарат, что снимок, что как, что где. И позволяет в определенном смысле экономить и ресурсы, и время, и все остальное. Но, вот что бы мне хотелось сказать в заключении по работе информационной системы. Когда мы собираемся ее вводить, нужно подумать об этих двух вещах. Если, первое, в лаборатории не вполне все работает в плане качества препаратов, то о какой информационной системе может идти речь? Если лаборатория пока на данном этапе работает адекватно и соответствует уровню требований лечащих врачей, то нужно ли вложение серьезных затрат, поскольку порядок цен это 5-6 миллионов, и, грубо говоря, отобьется ли это в ближайшем обозримом будущем? Поэтому введение лабораторной информационной системы – это вещь, на которую нужно серьезно задуматься. Ну, а это вот то, что мы показываем, как мы работаем в современных условиях. То есть, это совсем не то, что наука о мертвых. Спасибо. Вопросы? Спасибо. Очень интересно. Можно? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, коль скоро мы о регистрах говорим, как Ваша лаборатория взаимодействует с базой данных регистра Ракова и с базой данных учреждения? У нас очень хороший контакт с оргметод-кабинетом, и, так сказать, нашу часть… То есть, Ваше заключение кодируется? Совершенно верно. Наши заключения кодируются по требованиям оргметод-кабинета, и, мало того, мы разбираем все летальные случаи, которые произошли в других учреждениях, и мне, как патологонатому, приходится выбирать ситуацию и доказывать, что, скорее всего, больной не от рака умер. Патологонатом правит бал. Ну, а что делать? Спасибо.